Для нас отсекающий именно конкурс на 2021 год, финансирование конкурса 2020. Но до заключения соглашения мы точно должны его пройти. И еще по графикам, уже в апреле поделится разработка правовых актов о синтонизации вот этих требований. Поскольку, да, Минпром заставляет в течение года принимать заявки, а здесь есть определенный период. Такое пожелание, чтобы никаких изменений требовали, хотя бы до конца рейля не было, а то обучение с объектов начнется, я вижу, у кого-то в феврале, а наше ПФО только в синтепе. Соответственно, часть регионов будет. Нет, смотрите, они могут измениться только в сторону снижения чего-то, да, то есть не ужесточения. Мне кажется, что это наоборот. Либо новый объект в периметре. Да, ну то есть. Здесь скорее более лояльность там, на чем надо. Все, спасибо, да. Коллеги, мне очень надо бежать. Хорошо, что ценят ко мне вопрос, да. Огромное спасибо. Я, в общем, тут Екатерина Сергеевна. Катя, может, ты сядешь сюда? Продолжить? Нет? Коллеги, те, кто не успеет, Олеся Натуринова отключить, она заранее предупреждала, у нее важные мероприятия дальше. Но, еще раз, те, кто не успеет, получить ответы от Министерства технологического развития, да, во-первых, Екатерина присутствует. Вот, в тех, кто довезут нам вопросы, мы организуем об этом коммуникацию, ну и в рабочем порядке с Екатериной у нас сегодня будет возможность пообщаться всех. Спасибо. Также можно обращаться к моим коллегам, здесь мы всегда в нашу команду, спрашивайте, чтобы вас с Екатериной познакомили, если кто-то напрямую не знаком. Вот, вижу, у Игоря был вопрос. Я вас ниотколько не задерживаю. Поздоровался. Комический парк Дагил и Бергер, да, у меня вопрос такой, не планируется ли вообще упразднение вот территории КМСП, в частности, доли иностранного капитала. Сегодня это 49%, а не более 49%, но на самом деле у нас бывает такой факт, что президент имеет в основном капитале более 49%, а мы его не можем показать для соответствующих показателей, инвестиции значительные, в качестве места тоже. Можно как-то подискутировать на эту тему, что... А у вас есть выбор сейчас, вы либо к МинЭК, либо к нам, у нас же нет такого критерия. Да, это к МинЭК, да, поэтому я не успел рисовать. Тем не менее, такой момент есть, и мы рассчитываем на то, что у нас иностранные инвесторы заходят на площадку, под них, соответственно, мы можем предоставить определенную инфраструктуру за счет, в том числе, и средств господдержки. Их мы не можем показать, как тех предприятий, мало-средним критериям, да, которые относятся, что они могут показать. Мы стараемся это в формате совместных предприятий делать, но бывает и так, что нет, только, собственно, локализация нам не нужна. Ну, там доля иностранного участника 99%, а, ну, стоят иностранные компании, то есть это совсем другая история, да? У нас, как бы, есть пожелание привлекать инвестиции из других стран, да, технологии в том числе, знания, в этом плане мы здесь совсем не будем. А где это за счет? Где? Из-за того, что это обеспечивание, нам, поддержки мало. Раньше этот критерий был там 70%, до 49%, но ситуация в городе не поменялась. Давайте последний вопрос, вот, и, Плат, Платон, Максим, это тоже вопрос? Да, у меня вопрос-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Индустриальный парк Ставровский, Владимир Скорб. И вот продолжение вот этой темы. Ну, у меня три вопроса. Вот, говорю, три вопроса. Вообще, это был последний. Ну, ладно, давайте ты рейд. Я, дело в том, что мы сейчас в проекте долгодичном, 20-21 год, и вот мы сейчас реально столкнулись с этими вопросами, и какие-то вопросы мы разрешили, а с какими-то вопросами столкнутся его партнеры. Поэтому, я думаю, будет интересно. Вот, он у меня, этот вопрос был третьим, но, товарищ, поднял его, я бы его поддержал. У нас на площадке есть компания с японским капиталом, с французским, итальянским, с немецким. И эти компании, вот, допустим, иностранная компания, она открывает производство у нас в России. Вот сейчас, Настя, у нас на площадке зарегистрирована полностью, допустим, компания, зарегистрирована в городе Владимир. Она по всем критериям подходит под МСП, за исключением в основном капитале, иностранной капитал. Руководители, весь персонал, все-все иностранцы. Супер технологичные компании. И у них есть компании в других странах, и, допустим, принимается в головной компании за границей решение о расширении производства. У них анкета соответствующая, и говорят, а чем помогает Россия? Вот в Румынии, допустим, там какие-то преференции, там какие-то, там какие-то. А в России ничего не нужно предоставить. И вот у меня генеральный директор Японза, это японо-французская компания, он говорит, это, звонил на горячую леню. Он очень хотел быть в реестре МСП, его нет. По всем параметрам подходит, а его нет. И они хотят привлечь инвестиции сюда, современные технологии. Их персонал обучается. И этот персонал потом переходит в другие отечественные компании. То есть развивается страна, зарплата у них очень высокая. Но они плюсы. И когда мы, если даже у них вот эти выплаты за границей будут дивиденды, у них все равно налоги платят. И поэтому, в мое мнение, они не должны быть ограничены по сравнению с российскими компаниями. То есть они должны быть зарегистрированы в реестре МСП точно так же, как и российские компании. И потому что этот вопрос очень многие поднимают. Первый вопрос. Второй вопрос. Вот мы в требовании руководящих документов сказаны в отношении справки с налоговой инспекцией. По состоянию на первое число. Заключение на первое число текущего месяца, когда он заключается в соглашении с области. Компания уставной капитал больше 100 миллионов рублей. В течение года мы очень много справок брали. Никаких проблем нет. Предприятию более 75 лет. Планируем в январе заключить соглашение с администрацией области. Подходим брать справку 4 декабря. Поставим на 1 декабря задолженность 135 рублей. Из-за чего возникла задолженность? Налоговая провела там у себя какие-то проводки. За 2017 год стоила 78 рублей. Спрей не стоил 130 рублей. Мы, налоговая дает справку, постоянно 4 декабря нет задолженности. На связи с поручением президента, сейчас все боятся, не соответствующие требованиям по состоянию на 1 декабря. Хотя, знаете, чем позже выдана справка, она более актуальна. Вот убрать вот этот пункт по состоянию на 1 декабря. Просто свежую, да? Просто свежую, да. Потому что мы кругом говорим о барьерах. Вот это барьер. И, кстати, с этим столкуются очень многие компании, которые связаны не только по получению господдержки по линии Минокоммунного развития, Минпромторга. Я знаю одно предприятие, которое получает субсидии по сельскохозяйственной программе. Там с человеком вообще инфаркт случился. 15 миллионов у него не было, у него какие-то стволи. И все. А с документа надо подать своевременно. Потому что вот эти требования в целом, они универсальны. И вот это, постарайтесь, пожалуйста, убрать вот этот пункт по состоянию на первое число. Это просто, это барьер. И это может всплыть у любой компании. Это 100%. И вот с чем еще столкнулись? Вот сейчас мы участвуем в двухгодичном проекте. Ну вот, устроен производственный корпус 37,5 тысяч квадратных метров. Состоит из четырех цехов. Проблема какая? В целом всю коробку, ну вот до зимы, нужно, все знают прекрасно, нужно построить коробку, да? Закрыть кровлю, стены, ворота, стекла и вести внутри работу. То есть этот процесс должен быть непрерывным. Если этот процесс будет непрерывным, мы двухгодичный проект уже в апреле заканчиваем, мае-июнь уже мы туда заселяем арендатора. Но из-за того, что субсидия разделяется в 250 миллионов и 250 миллионов, это очень тормозит. И получается, что мы забиваем все сваи, делаем металлоконструкции, изготавливаем и собираем металлоконструкции, сэндвич-панели, кровля. В одном цеху полы делаем, в другом не делаем. Финансирование закончилось, и строитель уезжает, и мы ждем апреля месяца следующего года, чтобы начать собирать металлоконструкции, делать инженерию. Почему апреля месяца? Потому что огнезащиту надо делать при температуре от 10 градусов тепла. И получается, вместо того, чтобы мы в апреле, в мае следующего года закончили проект, мы будем совершать подвиги в ноябре, в декабре, включать благоустройство, будем там делать благоустройство. Это просто не совсем правильно. Что я предлагаю? Если из второго года графика финансирования собственных средств мы тратим от 50 до 70 или до 80 процентов своих средств, чтобы возможность была получить субсидию от второго года. В виде компенсации. В виде компенсации, да. То есть, чтобы не останавливать это строительство. Какой еще минус? Если мы остановили строительство, у нас остался отстроить сегодня большой отсек, генподрядчик уезжает, но второй год я ему уже не интересен. То есть, я столкнусь с очень серьезными трудностями. То есть, если я со второго года больше 50 процентов собственных средств из-за расходов, то была возможность получить субсидию от второго года. Вот. Очень серьезный вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что коллеги из Минэкономразвития дадут комментарии. Сейчас просто предлагаю вам этот очень частный вопрос, ну, такой специфичный очень предлагаю вот обсудить в рабочем порядке сейчас в перерыве. Нам просто надо двигаться по программе, коллеги, дальше, потому что мы уже будем указывать иначе. Я тогда, если можно, вернусь к повестке, когда Сергей Николаевич Гвасиму передает слово, я надеюсь, что это будет в области. Потом еще будет несколько выступлений, потом перерыв, где сможем еще обменять сомнениями. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо Виталию Павловичу, Олесе Анатольевне, за то, что они попытались нести определенный оптимизм в будущем индустриальных факторах, по крайней мере, в их выступлении не было такого негативных ноток для пессимистического взгляда. Денис Геннадьевич, спасибо за то, что он рассказал, как будет проходить цифровизацию и улучшить процедуры. Но я, так сказать, голос от рынка, как нас назвали, немножко вижу определенные опасения у участников рынка, то есть у управляющих компаний, индустриальных парков, региональных корпораций развития. В первую очередь, это связано с той проверкой, которая идет, и с тем текстом, с которым проверка приходит, то есть у риторика, с которой мы сталкиваемся, а к нам уже пришли проверяющие органы в лице федерального казначейства. Был разговор с счетной палатой, и мы понимаем, что возможно будет такое решение, что меры поддержки будут соответственно могут быть свернуты. Потому что мы-то уверены, что мы пройдем проверку и те показатели, которые фактически у нас есть по индустриальному парку, который получил господдержку, они позволяют нам чувствовать себя уверенными, но количество парков в стране большое, те, кто получил поддержку, тоже достаточно, и вероятность, что счетная палата или федеральное казначейство найдет какие-то нарушения, и на основании этого будет принято решение о том, что одежка будет свернута, она есть. И вот, соответственно, мы в этих выступлениях сегодняшних не совсем это услышали. Мы пользуемся поддержкой по 831 восстановлению, прошли отбор по 11-19, но не получили, но я там дальше скажу, соответственно, тоже это. У нас индустриальный парк в один из старейших в стране, то есть с 2008 года он действует, более там 30 компаний, в основном это иностранные компании, крупные машиностроения, строительные предприятия. И те меры поддержки, которые мы получали, они нам реально помогли реализовать проект, привлечь компании и, в общем-то, успешно дальше развиваются. При этом, говоря о эффективности, там у нас нет ни у каких сомнений по эффективности этого парка, нет и сомнений, собственно, ни у одного изменистерства. Ну да, действительно, то есть там у нас к одному рублю федерального, вообще бюджетных средств нету по федеральным, включая региональные, мы получили там 12 рублей налогов за этот период и 28 рублей частных инвестиций, при этом практически, кроме тех субсидий, которые мы получаем на субсидирование процентных стажей, других средств сейчас в бюджет не вкладывается, а частные инвестиции продолжают расти, то есть показатели еще продолжают улучшаться. Что мы хотели? То есть по 800, соответственно, 31-м постановлению меры поддержки заканчиваются в 2020 году. Большинство управляющих компаний, владельцев индустриальных парков получили кредиты, выходящие за этот горизонт, но у нас 10-летний кредит, например, в Забербанке и после 2020 года мы продолжим поплатить проценты и в данном случае эта нагрузка полностью уложится уже теперь на нас. И, в общем-то, учитывая эффективность этой меры, не совсем понятно, почему она не продолжается, чего, собственно, она ограничивается 2020 годом. и нам бы хотелось, чтобы обсуждение той работы, которую вы сейчас ведете совместно с министерством экономического развития, оно и затронуло эту часть, часть продвения именно субсидий на погашение процентов, полученных на создание инфраструктуры индустриальных парков. Второй момент, это, собственно, постановление 11-19. Мы прошли отбор успешно, но из-за того, что у нас были очень большие проекты, то есть, очень большие объемы частных инвестителей, получилось так, что на налоговые поступления, которые шли федеральный бюджет, они не перекрывали то возмещение НДС, который там, только у нас один вложивший более 20 миллиардов рублей в завод, возмещал НДС, практически мы не могли воспользоваться этой меры поддержки, но спасибо большое вашему как раз департаменту, то есть, министерам, вообще, целом, министерства промышленности и торговли, то есть, было услышано не только наша проблема, она касалась других индустриальных парков, сейчас подготовлено собственно проект по внесению изменений, который позволяет увеличить срок выборки для управляющих компаний, для того, чтобы субъект мог получить эти субсидии там с 3 до 5 лет, проект готов, но он пока не принят, соответственно, то есть, наша просьба, чтобы, опять же, там, резолюция, может быть, нашего совещания было отражено, чтобы эта мера никуда не ушла, и, собственно, сам проект, который был подготовлен и на который потратили достаточно много времени, в том числе и на фонторгах, чтобы он был принят, вот, ну и какая-то, может быть, более частная ситуация, касающаяся нас, но тоже как бы хотелось озвучить, это то, что те компании, те, те, точнее, проекты, которые прошли уже отбор по 11-19, после изменения, соответственно, самого постановления, чтобы повторно не пришлось проходить отбор, то есть, для того, чтобы на нору не собирать документы там, и не проходить, поскольку мы уже в реестр тех проектов, которые прошли отбор, уже попали. Вот. Что я еще хотел сказать, то есть, то, что вы говорили про ГИСИФ, здесь есть какая проблема, то есть, если вообще в дальнейшем, возвращаясь вернее к тому приказу президента об определении эффективности, то есть, сами вот эти крипедии и наборы эффективности, на мой взгляд, они достаточно можно легко их сформировать, и, в общем-то, в обоих министерствах есть понимание на основании, чего иметь там. Ну, наше, как бы, это видение, это соотношение потраченных бюджетных средств к налоговым платежам, соотношение, соответственно, средств бюджетных, опять же, потраченных на инфраструктуру к объему частных инвестиций, которые резиденты вложили. Возможно, это количество вновь создаваемых рабочих мест и, ну, там, показатель технологичности, производительности, это, собственно, сам показатель производительности труда вырубить на предприятиях густаряного парка. Но какая есть сложность? То есть, даже если вы примете такое решение и все это будет, как бы, вноситься в систему BC, это здорово на самом деле, нет достоверной информации зачастую, потому что многие резиденты парка это субъекты малого и среднего предпринимательства, и они даже не сдают просто отчетность, ну, ежегодно только по выборке, которая формируется, даже не тетерпельным управлением Росстата, а Москвой, то есть форма, которая учитывает инвестиции, она не сдается. Соответственно, мы просто не видим эти цифры, мы их можем собирать только вручную, соответственно, они не имеют достоверности определенной, во-первых, во-вторых, это вызывает негатив со стороны предприятия, что с них там опять какие-то дополнительные формы делать. если ГИСИП это будет вноситься, необходимо будет учесть и, соответственно, внести изменения внутренне приказного Росстата, например, либо в соответствующем может быть нормативной более высоком уровне для того, чтобы обвязать всех резидентов индустриальных парков сдавать эту отчетность по инвестициям по инвестициям иначе не будет объективной картинкой. Налоги мы запрашиваем через ФНС, хотя опять же отсутствует какой-то регламент, который предполагает беженственное взаимодействие по обязательному предоставлению, по сути, это просто наличная договоренность регионального правительства и территориального управления ФНС по предоставлению информации. Какого-то регламентирующего документа специально для этих целей и вот уже нет. Это было бы неплохо, чтобы это было бы зафиксировано. Вот. Ну, хотел рефиксировать насказанное собственно Олеся Анатольевна и по поводу возможности получения субсидированных кредитов на собственно тоже индустриальными управляющими компаниями индустриальных парков на дальнейшее развитие, на цель развития инфраструктуры, но к сожалению это невозможно, потому что представляется для малого среднего предпринимательства значительное число управляющих компаний создано государственным участием, соответственно, не относится к субъекту малого среднего предпринимательства, либо там не созданы другой головной структуры, то есть юридическое лицо присутствует больше соответственно говорим опять же порога, которые относят к субъекту малого среднего предпринимательства, поэтому эти субсидированные кредиты получить невозможно. То есть я к чему говорю, опять возвращаюсь к тому, что необходимости сохранения меры поддержки в виде субсидирования, которое идет по линии инфраструктуры. У меня как бы все, спасибо за внимание. Сергей Николаевич, по 831 мы сейчас как раз выступали, а мы с Денисом Генневичем дебатировали, если есть меры поддержки, то, которое Леси сказала, а нужно ли возвращать 931 или не нужно? Услышать нужно, учитывая, что они разного плана, поэтому они достигали работы. Нам позавчера представили курирующего лица премьера, Юрия Ивановича Борисова, и задача до понедельника сформировать предложение по возобновлению поддержки, которые были потерянные и переструктурированные за предыдущие два года. Мы готовим 831 в том числе с акционализацией по 150-200 миллионов по году. Понятно, это не это год вы помогает будет считать наш уважаемый коллега товарищ Милик Владимирович. Для всех присутствующих заданных вопрос как раз сейчас делать. Точно будем предлагать вернуть и по 11-19 подойдите ко мне, я вам скажу, что он сделает, какая помощь требуется в том, со следующим пакетом предложений. Коллеги, добрый день. Здравствуйте. Весы. Сергей Николаевич говорил о тех мерах, которые у нас есть, которые были, которые необходимы восстановить. Я сейчас попробую сказать о том, что по нашему мнению нас ждет будущий, или по крайней мере к чему надо стремиться и федеральным органам власти, и отрасль. Это на самом деле объективная реальность, которая наступает, и надо ее учитывать для того, чтобы сформировать методоспособный инструмент поддержки развития индустриальных парков, и главное инвестиции инвесторов в развитие своих проектов. И в правом как выступления я постараюсь перейти на вопрос, нужны ли меры поддержки для резидентов индустриальных парков, если нужны, то какие они могут быть, и соответственно, что нужно уже сейчас делать, для того, чтобы они появились хотя бы 21-22 год. Соответственно, для того, чтобы подвести к тому, какие меры нужны, некоторая информация.